Работа над знаменитой картиной «Грачи» прилетели с Аврасов начинает в 1871. Полотно состоит из нескольких этюдов, написанных в Костроме у Вознесенской церкви, которая существует и ныне. Но только тогда художник и предположить не мог, что его работа станет важнейшим этапом в развитии русской пейзажной живописи. В середине марта на Руси принято праздновать грачевник. С давних пор грач пользуется уважением у славян. По поверьям, эта птица способна очистить дом или двор от нечистой силы. Также считается, что грач – предвестник весны и истребитель вредоносных насекомых. Грачевник так называемый, который сопряжен с ожиданием прилета данных птиц. И, соответственно, на основе этого родились различные приметы. Допустим, грачи прилетели, значит, через три недели можно делать засев и в прочем духе. Но сейчас, можно сказать, это стало не так актуально в связи с изменением климата. Из-за того, что зимы становятся теплее, а города все более густонаселенными, птицы приспособились. И в большинстве своем предпочитают не совершать утомительного перелета на юг, а отсидеться на родине. Днем грачи живут в полях, а ночью прилетают в город, чтобы кормиться. В поисках пищи птицы проявляют изобретательность. Они используют щепочки, палочки. Вот японские вороны научились орехи подкладывать под колеса автомобилей на красный свет на перекрестке. Ждут следующего красного света и собирают ядра. Раздавленные, конечно, но орех колоть не надо. Палочками насекомых собирают. Верить народным поверьям или нет – дело каждого. Но найти грачей нашей съемочной группе не удалось. А весеннюю погоду за окном сменила зима. Однако отчаиваться не стоит. После того, как мы уже закончили работать над материалом, буквально под окна редакции «Самары ГИС» прилетел вестник тепла. Мария Левина, Николай Епифанов, Константин Головин. События.